Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Многие спрашивают, где ревня, устав, то другое, приходится составить некоторые ролики. Правила поведения устава жителей поселка Потеряев, Каматовского района, Алтайского края. Мы начинали, правил-то никаких не было вначале, а потом сразу потребовали устав. Своя, по один устав, это в краевом отделе юстиции. Я принимал в этом участие, как говорится, рисовал этот доллар. Доверенно было секретарю, спросили в деревне, никто не берется. Не то, что я взялся бы до... Мне просто сказали, ну напишите, нам все равно его не написать. Ну а потом мы на собрании без отдельной поправки приняли, и так и осталось по сегодняшний день. Считаем. Первое официальное разрешение общины дается письменно, желательно, верующим православным христианам или тем... Слава Иисусу Христу! Дальше. Дальше. Второе. Несогласны с уставом общины, курящих, пьяниц в пивах, даже родственников. Нежелательно нанимать или приглашать в гости, если такого все же придет к своим, чтобы по деревне или в доме усы их никогда не курил и не пил. То есть за пределы деревни где-то уйти, а у нас при въезде в деревню написано, на территории деревни курить запрещается. Все дороги, пять дорог заходят, и на всех написано это. Третье. Что потеряет, где-то что-то сворует и тащит где-то. Проходит маленькое время, милиция вот она явилась. У нас были такие, которые на полях даже ездили покупать зерно, но они там дешевле продают, а так категорически было обрезано и все. И эти люди сделались как врагами потом. Пятое. Запрещается рассчитываться спиртным бутылкой за проделанную работу или добытую вещь за нарушение оплаты в двухкратном размере в общую деревенскую казну. Вот когда просчитали это в районе, там женщины были такие, которые и не верили, а другие, говорят, даже плакали. Это неужели такая деревня? А у меня муж-то еще вчера было, и каждый рассказывает. Никакие работы, звероводство, скотоводство, свиноводство, пчеловодство и другие для посторонних лист на территории деревни не разрешаются. Нанимают строить здесь свои сооружения. Это подсудное дело. Вот так, то есть никому, для кого-то, что там я с кем-то соединюсь, и у нас построят деревню, нет. Общение с миром, обращение за помощью к неверующим, по возможности сводить до минимума. А лучше отдать, подарить им свою вещь, медогонку, нежели давать во временное пользование безбожным. То есть тебе нравится безбожник, ну отдай ему и все, а не так, что дал ему подержать, а потом обратно. У нас это не надо. Зачем тебе это делать? Детей весьма желательно учить в самой потеряевке. Верующим учителям иначе для чего все это было задевать, если детей снова поглощает мир губительный? Вот так. Ну и школу открыли, было очень трудно. Школу там до ста человек закрывает нельзя, а у нас там пять учеников и три учителя до девяти лет, девяти классов. Девятое. Категорически запрещается на территории деревни включать бесовскую музыку рок и прочую заразу духовную. Если же таковое заведется, все же и кто-то будет громко включать такую бесовщину, то сообща уничтожит всякую память о таковом деле и предмете. У нас был один такой, приехал, он даже немного родственник, работает специалист хороший, но включает, подошли и сказали, ну а кому какое дело я тут? Ну сделай для себя, чтобы тихо, нигде не слышно было, нет. Ну отец у него, мы сказали так и так, или его забери отсюда, он как отец дал ему трепку, все, больше нигде не было. Десятое. Мы находимся в уединенном относительном месте, где слышно и пение птиц, не допускать бесполезную лая собак. Сторож держится для того, чтобы обнаружить врага, чужого, оповестить хозяина, помочь, прогнать нежеланного. Собака это отражение хозяина, доброго или беспутного, вредного эгоиста. И у нас собаки не лают зря. Вот, гонят коров, она увидела, залаяла. Одиннадцатое. Даже на самое короткое время отъезжающим просите священника совета благословения на путь, не самовластвовать, без совета и непослушания, будут два коня в колеснице несущейся в адскую пробу. Это Ян Затаус сказал. И были такие, которые поезжают, и в сегодняшний день еще бывают такие срывы. И такие люди, как правило, после съезжают. То есть они нарушают и сами понимают, что они чужие здесь. Двенадцатое. Если человек не придет на общее деревенское собрание или уйдет во время его проведения, будучи оповещен на повестке собрания, собрание все равно посостоится как законное. Вот и все. Тринадцатое. Неподчиняющийся уставу всему предупреждается после трех грубых деревских нарушений. Исключается. Исключается из списка. И дальше речь идет о том, что он выйдет. Четырнадцатое. Обязательно всем жителям всегда носить пояс, рубаху на выпуск, как принято у русских, и не подражать в одежде иноземцам. Это означает, что женщина у нас без платка и даже маленькие девочки не выходят. Дома она там, это ее территория. На улице что, без платка никогда ее не видели. Пятнадцатое. Дети-то приучаются чтить старших. Приветствую всех христианских приветствий. Христос поскорее все другие. Помогать нуждающимся. Шестнадцатое. За помощь членов общины от общих работ. По храму, пруду и другое. Не отрекаться. Ну так и есть. Ну еще делали по пруду, ни один не пришел. То есть они заняты своими делами, а мы и не настаивали на этом. Семнадцатое. Самовольно в деревню никого не приглашать. Если же кто из чужих курит в данный момент, не разговаривать с ним, пока не потушит папиросу. Уважайте хотя бы самих себя. То есть это бывает где-то за пределами даже деревьев. Деревьи-то курить. Что интересно, приезжает тут начальство все, а мы знаем, и не нарушает ни один, ни милиционер, никто. Восемнадцатое. Старается иметь все свое по возможности, чтобы не стать господином Дай. Имей свое и пожелай чужого, говорит Антоний Великий. Девятнадцатое. В зимнее время почти прекратить звать сюда людей, разрешать приезжать, дабы кто к пургу не погиб в степи. Понятно, было такое. К нам он и приехал, а выехал из Новосибирска. Еще с ним было, в кустах нашли замерзшие. И вот это вот девятнадцатое зимнее время почти, знаете, почти прекратить звать. Куда слез 4 километра. Поезд приходит в среди ночи. Ни одного здания вообще нет. Степь. Куда идти? Ну и чем закончилось? Потом девчонку нашли одну замерзшую. Она не у нас в другой деревне шла, у нас в кустах. Уже весной оттаяла, вороны там ее клевали, и тогда нашли где-то. А как толкуют эти недороги наши, которые за нами? О, к ним приехать нельзя. Тоталитарная секта. Должи сначала Лапкину написать. Даст он разрешение или нет, это на меня. Да и никак нельзя. Там вроде карманы выворачивают, проверяют. Ничего это нет. Вот оно что. Заботу как нашего толкуют. Двадцатая. Скотина не должна бродить по деревне и огородам ни зимой, ни летом. Не пожелать чужого поля. Десятая. Западе закона Божия. Дальше. А по телевке было бродило, скотина бродила. И как он вышел, сосед говорит, топором-то ей ногу перерубил в скотине и все. У нас нет этого. Ходит скотина, эта телка, сразу сообщили хозяину. Двадцатая. Запрещает собрать под проценты. Не у государства, не тем более у тех, кто может быть как мафиози. Включает счетчик. И горько будет при расчете, когда возьмут из-под тебя постель, жену, дом. Не закладывать землю, не брать на прокат то, что из против не сможешь вернуть. То есть вот это вот строго, под проценты, никакой ипотеки, ничего, запрещается. И все. Платят иногда не сразу и платят уже вдвойне. Зачем жидовские проценты на себя вешать? Вон у нас сульман было в Ливии, как? Под проценты давать нельзя было. Смертная казнь за это. Вот это я понимаю закон. Желательно добросовестно всегда рассчитываться со всеми и со своими деревенскими, кто делает общую работу по поручению. Снимает данные со счетчиков, рассыльный, с поездкой и другие. Дальше. Двадцатый. Беречь окружающую среду, не позволять никому сливать, разливать горючий смазочный материал на землю. Мыть из пачкины мазуте руки и вещи у озера. Ну, как будто бы все это выполняется. Двадцатый. Где ставить дом? Какие деревья можно срубить близ дома? Все по разрешению старшего староста. Староста у нас есть. Избранный с первого года. Интересно вот как. Вот обманываешься в людях. Когда избирали старосту, и предложения были какие-то, я показывал на человека, он более активный. Староста-то такой, он какой-то тихий, смиренный очень уж. А это с пластями надо знать. И тот сделался врагом, за которого я подавал голос. Врагом сделался, ушел. Ушел из общины, пошел к баптистам, потом еще куда-то. И нигде сейчас. Злобный такой сделал. Нарушитель седьмой заповеди. Ну, безобразие просто. А проголосовали за этого, и он, говорится, ласковый теленок в двух маток сосет. Игорь Барабаш. Теперь староста с первого дня. Выше. Двадцать пятое. Детей особо беречь. Нигде не оставлять без присмотра по ягоду купаться. И во время богослужений одних детей на улицу не выпускать. Ну что, разве плохо это? Двадцать шестое. Охранять не только свое. Каждый чужой, появившийся, да насторожит. Спроси кто, кому, деревня, как одна семья, увидел ли отвязавшуюся скотину, сообщи хозяину. Дальше. Двадцать седьмое. Кто получал помощь бесплатную, вещь, деньги, все должен сполна вернуть, если уезжать из потерявки навсегда. Все взятое здесь, лес местный или дрова, все остается здесь же. Земли никому из чужих не продавать, а только жителям деревни нашей. Двадцать восьмое. По страхам анафемы, отлучение, запрещается жаловаться мирским властям. Писать жалобы на жителей деревни, сексотничать, сотрудничать с врагами, быть наушником. Любой спор, все разрешать здесь, на законном собрании, после беседы со священником и только после обсуждения на собрании, может получить добро на суд у внешних. Выясните, то есть после этого можно идти. Двадцать девятый. В околках растущие березы, осины и другое ни клен не рубить. Никому ни клен не рубить. То есть клен можно рубить. А, клен можно рубить. Никому не позволять рвать землю целик с гусеницами. Целик. Целик с гусеницами или навесным оборудованием. Это преступление. Тридцатое. С огнем быть крайне осторожным. Нигде ничего не выжигать без предупреждения всех в деревне. Пока не выставлены будут люди с разных сторон. С водой, с другими противопожарными средствами. И то только по разрешению старшего и вечером, при безветре, весной, осенью. Видите, какие предупредительные меры были. Закон. Запрещается гонять на скорости, на технике, кататься верхом или на запряженных лошадях по деревне самовольно. Берегите детей и себя. Вот так. Берегите. Тридцать второе. Все строения, загоны Корщинские, оставшиеся на территории Потеряевки, должны быть ликвидированы навсегда. Из-за земли. Карабах. Господь помог. Приезжали комиссии и все убрали их. Карабах. А то пьяные матерятся, все слышно. Скотина бродит. Саман сделали, они перетоптали все по огородам. Бились и бились, и все равно Господь помог. А Карабах это горы какие-то или... Ну это из-за деревни Карабах. Карабах, в которой война Армения с Азербайджаном хлешится. Тридцать третье. Совет общины избирается из четырех человек и пятый батюшка, как советник. Тридцать четвертое. Право голоса житель поселка имеет как член общины только через год жительства Потеряевки. Вот так. Тридцать пятое. Каждое богослужение один дежурный по деревне. Тридцать шестое. Без разрешения хозяина в чужом дворе не брать ни одной вещи. Вот так. Тридцать с него по деревне разрешается ходить в оголенном, непотребном виде. Тридцать восьмое. Образовать денежный материальный фонд деревни. Тридцать девятое. Никаких дел, сделок денежных и дещевых и иных не производить с замужними женщинами без ведомой согласия их мужей. Сороковое. Всем членам общины быть ревностными в соблюдении устава и не допущение нарушений его другими. Примечание. Разрешается вино только по уставу определенное время два раза в день. Не более ста грамм. Лучше совсем не пить. Избегнешь полициане. Вот еще не было добавлено за 25 лет. То есть в устав фактически включили все. Это вот устав деревни. Так. Это вот этот мы брали сейчас. Устав потеряю. А вот. Дальше. Церковная дисциплина. Это у нас в храмах висит. Первое. Вот это вот фотографируют. Приезжают священники патриархийные. Ой, как здорово. Ой, как здорово. Еще не один за 25 лет у себя не мог это ввести. Почему? А вы увидите, почему? Потому что там деньги. Корысь и трусость. Трусость корысь. Проказа. Первое. Торговля категорически запрещена в храме и в церковной ограде. Вот места какие. Иоанна. Матфея. В 6-й Вселенский собор. 76-е правило. И даже 7-й Вселенский собор. 5-е правило. Надо посчитать. Второе. В храме не разговаривают даже шопотом. Первое посадие к Коринфянам. В 6-й Вселенский собор. В 100 главы. В 100 главы. Вот смотрите. Торговля категорически запрещена. Да не выполнить никогда. А у нас ее нету. У нас вообще денег нету. С тарелкой не ходят. Почему? Десятина святая. Каждый платит десятину. И все на этом конец. Третий пост. Строго обязателен для всех христиан и заглашенных. Апостольское 69-е правило. Вот главное. Правило Тимофея 8-е, 10-е. 6-го Вселенского. Новая скрижаль. Нарушающий пост. Отлучается от причастия на 2 года. Настольная книга священного служителя. Том 1-й Стрихи. Главное отлучается. А тут наоборот. Ты не причащался. За это отлучать будут. Все перевернули кверх ногами. Фактически церкви-то никакой и нету. А так. Организация мирская. Те, которые не исполняют этого. Четвертый. В алтарь мирянам и женщинам не входить. 6-й Вселенский собор. Ну вы помните же вот это вот. Она монаша. Но она женщина или не женщина. Или гинекологу послать или что. Не входить. Даже маленькая девочка. Восьмидневно ее в алтарь не заносят. А мальчика заносят. А ее перед иконой. Перекрестил ей батюшка и назад вернул. Пятый. Свечи только чисто восковые. Без малейшей примеси. Вот места какие. Языки Илья. Апостольское правило. 72-е. Новая скрижаль. Симеон Солунский. Глава такая-то. Елей натуральный. Невазелина. Даже вот это не могут выполнить. Посмотрите какие свечи. Это нитка обмазанная мерзостью. И в церкви ставят. Трещат они. Копоть. Катаракта. Это никому не надо. Нечистое и нечистому это все. А чистое и чистому. Это Серафим Саровский об этом говорит. 6-е. При возгласе оглашенной из Эдите им выходи притвор. Также отлученным за грех. Кроме куп настоящих. И где это написано? 1-й Вселенский 14-й право. Карфагенский собор. 58-й право. Не кисторийский. Не кисторийский собор. Новая скрижаль. Ну каких еще? Сколько ссылок-то? А могут выплатить? Не могут. И что не было видно нарушения. Оглашенные из Эдите вообще упустили тогда литургии. Иоанна Златоуста никакой нет. А обман церкви сплошной. Измена, трусость и обман. Вот это-то мы берем. Это из правил. Они на столе лежат правила. Книги эти у всех священников. Они их пренебрегают. Все сделали в уютное себе житие. Бизнес церковный. Седьмое на богослужение. Не опаздывать, не выходить до окончания. Первый вселенский собор. Ну попробуйте церкви. А церкви туда-сюда у нас ни один не выходит. Ни один. Карфагенски 52-е право. Некисторийское пятое. Опаздавшие верные стоят при... Опоздавшие. Опоздавшие верные стоят при творе до оглашенной из Эдите вечером до еле помазания. Слово верное, это не потому что в кавычках, а чтобы показать о чем речь идет. Верное название их. Зайли помазания. Вот это тоже не выполнят. Восьмое. На молитве стоят благоговейно, ноги вместе, не подгибая, не оглядываться, руки не держать сзади, поклоны строго по уставу правильно. То есть даже вот это не могут выполнить. Никто людьми не занимается. Пришли, прощен на воскресенье, и парень прям липнет в девку, там ее общупывает, стоит. И никому дела даже до этого нет. Я зашел как-то в Никольский собор. Просто зашел, там надо было спросить, кажется, к священнику. Гляжу, мужчина зашел. Подошел к кассе в церкви. В шапке стоит рядом у него собака, и папироса в руке дымится. Ну ладно это или не ладно, это храм Божий. Я ему сказал, выйти надо. Он вышел. А что, разве? Так это же храм. Как-то не подумал. Ну а собаку-то зачем завели? В храме собака. Храм освящать надо. Значит, их видели и не сказали. В это время я на улице стал говорить, выбежал служка, к Никольский собор, на Ленинском проспекте здесь. А вы что ему тут говорили? Я говорю, ну в шапке-то нельзя, в храме-то и курит. Какое вам дело до этого? Идите у себя, у баптиста, там порядок наводите. С чего ради баптистов? Я православный. Ну ладно, не учись, сектанты. То есть это одинаковая одержимость бесовская, что чаша сопричищается. Мужчина неверующий. Во время богослужения, в шапке, дымящаяся папироса, рядом собака стоит, и зашел, и торговля. Сколько всего. И не выгоняют, почему он зашел, потенциальный покупатель, ну что ты делаешь-то? Дальше. Детям, девятое, детям не создавать шум, крики выносить. Да нигде этого нет, орут они и орут. У нас этого нет. Десятое, мужчинам не носить галстук. Это у нас масонскую мудавку. Женщина, мужской одеждой. В брюках она. А ее оправдают. Осипа поправдает ее. Вот оно где. В старозаконе, это мерзавка. В брюках женщина мерзавка, где бы она ни была, дома или на даче у себя. Шестой Вселенский собор, Стаглав. Отбросили Стаглав. Интересно, православный собор, на котором председатель, еще был 15-летний, Иван Грозный-то. И вдруг отбросили его. С чего ради? А потому что он сплошь нарушается. И решили тогда, а его не было. Он не хороший собор был. Да как это так? Собор, русский собор. Дальше. На богослужении всегда быть в поясе. Рубаха на выпуск. Нежелательно быть в джинсах. Свитер можно только под рубашку. Первое царство, 18-14. И пенсионам, 6-14. Женщинам строго платок, волосы. Два платка они надевают. Одну здесь под булавливают. Сначала первую надевают вот так, поводник называют. И другой. Не одна волосинка. Девочка маленькая. На руках она должна быть так одета. Не по старобрядчески. Если не замужем, полголова открыто стоит. Старобрядцы придумали, чтобы сразу видно было, кого выбирать. Лукавство везде. Волосы совершенно закрыты. Руки закрыты до кистей. Край платья не выше 10 сантиметров от земли. Никаких украшений косметики никогда. Ни дома, нигде. Ну а платье дома на работе, там выше может быть. Но не выше колен. 11-е крещение совершается только над прошедшими катехизацию. Над истинно уверовавшими во Иисуса Христа. Правило 14 апостола Павла, 6-й вселенский собор, 78-е правило, Адикийский, 45-е по 47-е правило. В полное троекратное погружение, обливание, мочение, крапление, закрещение не признаются. Никакого второго крещения не будет. Ни уверовавшие, ни погруженные считаются некрещенными. Апостольское 50-е правило. У нас нет ни одного, чтобы не в полное погружение. И при том сознательно пришли занятия в университете в Велгде. Все таинства и требы совершаются бесплатно. Не так, что добровольное пожертвование. Вообще денег нигде у нас нет. Для неверующих не совершается ни крещения, ни детей, ни отпевания, ни других тайнств, треб. Второй Коринфянам 6.14.15, Апостольское 47-е, 1-й вселенский собор, 2-е правило, 6-й вселенский собор, 96-е правило, 7-й вселенский собор, 8-е правило, Василия Великого 1-е правило, Новая Скрижа, страница 360-я. Вот такого устава нигде нет, боего никогда не было от создания мира, если хотите знать. Никогда. А можно провернуть? Ну что, безбожник. Фотографирует тут архимандриты, епископ почитает, никому это не сделать. Почему? А вы наведите порядок. Перерегистрацию проведите, членов. Уверовавшие, неуверовавшие, ведите святую десятину. Десятина Богом установлена, а торговлю Христос выгнал, опрокинул все. И торговля, где торговля, храма нету, там вертеп разбойников, дом торговли. Двенадцатое. Во всем соблюдать главенство мужа при подходе к кресту. Сначала мужчины. При части первое. Первое. Это даже вот этого не могут выполнить. Ну сделайте, чтобы мужчины-то заняли свое место, подкаблучниками не были-то. Нет этого. То есть, по нашему уставу, который обосновывается на слове Божьем, что сегодня везде этот бедлам. Тринадцатое. Без нужды три воскресных дня к ряду презревший богослужение отлучается. Не было на службе три. А тут три раза в жизни бывает. Маленького принесли, ему мокрой ладошкой священник сделал, или ладошкой там приснул. Не крещеный. Обман идет стопроцентный в церкви. Где нет троекратного погружения, крещения нет. Обман. Это архиереи сейчас везде об этом криком кричат. А можно сделать? А католичные? Бритые, бордую доказывать. Еще доказывать, когда это католическое. На патриарха напустили сейчас после встречи с папой. А патриарх-то ничего не сделал. Уже все давно католическое. Дальше. Шестое вселенское, восьмидесятое правило. Гангрц, пятое, антиохийское или антиохий. второе правило. Четырннадцатое это богокурение, пьянство, бродобритие, волшебство. Зрелища запрещены. Ну, сделайте, чтобы ни одного бритого не было. А у нас ни одного нету. Нету одного. А кто-то покурение, пьяница, пьяница, он будет стоять, говорит, соглашенными выходить. Пятнадцатое. За порядком в храме наблюдают старосты и старажи у дверей. Числа 1-53-8-26, деяния 5-13. Никто из посторонних не смел пристать к ним. Шестнадцатое правило. После окончания богослужения или до начала подойти к незнакомым и вновь пришедшим. Оказать им внимание по возможности ответить на их вопросы. Это должно быть вывешено в каждом храме. Мы подводим к этим правилам. Люди считают, смотрят, они заранее знают. Показано, как креститься. Креститься, чтобы лоб задел с центра лба. Где у тебя чрево, поп? Не сюда, вот где пуп, где пуп. Правое и левое. Вот смотришь, патриарх, он только вот так крестит, вот сюда куда-то. Ты не вери. Я не видел еще ни разу, что патриарх плавно перекрестился. Путин правильно крестился. Сейчас его, видно, уже научили по-другому. Он прямо так настоящий перекрестится. Крест должен быть точно. Крест был, а не что? Вот. Маши так, как будто пуговки говорит, чистит. Ни разу не видел архиерея, которая приезжает. А вот здесь наша архиерея местная, патриархия, он по-настоящему крестится. Он уже все слышал, знает. Это должно быть вывешено в каждом храме? Да. Письмо в Бийск. Вот здесь 16 правил, это церковное, и 40 правил по деревне, там не женщин, там больше. Письмо в Бийск. У нас не просто вот эти правила, а у нас разбираются наблюдатели, исполнители, называется. Собрание мужчин и женщин, мужчины два и женщины два. И они смотришь, не нарушают ли кто? Законодательные, исполнительные власти должны быть рука об руках, а то они законы издают, и никто их не исполняет. Зачем они нужен закону-то? Письмо в Бийск. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Это наш епископ пишет. Получил от вас два письма с уведомлениями и с одной и с той же просьбой выслать вам справку о принадлежности к нашей епархии. То есть когда это лет двадцать назад было вот это. Очевидно, вы не знакомились еще с новым знакомым Российской Федерации религиозных объединений. По новому закону епархии, как и всем религиозным объединениям, следует пройти перерегистрацию в Минюст РФ. Я обращался за этим уже дважды, но пока Минюст был не готов к этому. Так что мне в девяносто восьмом году придется еще этим заняться. Однако в новом законе для вас есть очень приятная вещь. Теперь на законном основании вы можете существовать свою деятельность как религиозная группа, которой совсем не нужна регистрация. Для исповеди и причастия приглашайте к себе отца Акима Лапкина из Барнаула. Его брат Игнатий Тихонович прекрасный проповедник и богослов также может очень помочь вам стать людьми церковными. Очень хорошо запомните эту истину. Без вашего церковления церковной общины быть не может. Все свидетельства о регистрации церковного прихода выдаются уже в сложившейся церковной общине. Они приехали оттуда к нам а им какой-то там предприниматель дал где-то собираться я говорю зачем предприниматель он любой день изменит и вы выскочили да нет он хорошо относится церковь и правда неделя дня прошло он что-то изменил и вышвырнул их и там ничего нет он приехал мужчина такой толстый а ко мне на балерине там вылазит ну как как на чердак то он не может живот протащить я говорю что делаете денежные споры для начала церковной жизни не нужны разве что только склачено на дорогу в кавычках для приезда батюшки из Барнаула может быть я слишком мягко с вами разговариваю что вы никак не можете меня понять и все наставить мне на своем дайте дайте регистрацию тогда придется жестоко отрубить жестоко ну прочитай правильно жестко отрубить не дам жестко и жестоко это разница большая про меня пишут когда он говорит жестоко а другая даже жестоко жестко то есть жестко это означает это треугольник ну поставьте букву йо я просто читаю быстро я их жестоко жестко давай смотреть надо без йо ее вообще нигде не ставить надо вернуть ей законное место не дам дальше почему не дам пока отец церкви мне не отрапортует что ему удалось собрать в бейске общину верующих соблюдающих церковные правила и они готовы стать приходом все аминь простите епископ Евтихий 1998 год видите как он здесь говорит об оцерковлении мы оцерковлении этих слов даже не принимаем все этот ролик достаточно уставай сейчас другое посмотри закончишь спасибо 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 Продолжение следует...